Дорогой Андрей, скажите, пожалуйста, где Вы учились и кто является Вашим наставником? Я закончил Нижегородскую консерваторию по классу композицию у профессора Аркадия Мистерова. Я считаю его первым своим главным учителем. А вторым учителем является Сергей Билинский, это московский композитор, к которому я ездил на семинары в город Иваново. Там проходили сигнары молодых композиторов, и вот моё знакомство с этим автором, так сказать, на протяжении всей жизни связано с этим. Скажите, пожалуйста, что для Вас музыка, что самое главное в музыке? Для меня самое главное — сочинять музыку. Это очень важный момент, потому что музыку можно и писать, как я называю, но сочинять очень трудно. То есть писать то, чего ты никогда не делал, чтобы материал сопротивлялся, не давался, ты искал какие-то интонации и так далее. А писать это, когда ты уже примерно знаешь, как можно это сделать. В современном мире чем для Вас является классическая гитара? Ну, классическая гитара — всё-таки это огромную традицию иметь инструмент. Ну, для меня интересна гитара угасающим звуком. Мне нравится вот это ощущение, вот эта философия угасающего звука. То есть, естественно, появляется звук, естественно, он вытухает. Вот это меня очень довлекает. И какие же сочинения Вы написали для гитары? Ну, отсчет начинается с 95-го года. Первая пьеса называется «Оксибара». Эта пьеса посвящена Владимиру Нитякову, нижегородскому гитаристу. Собственно, он был инициатором написания этой пьесы. Она звучала в Японии, в Токио, в 95-м году. Далее, в 99-м я написал «Три богатели», потом «Трио для трех гитар» в 2000-м году, «Инвенция постарай». В 2005-м я написал концерт, «Интоматфоза для гитары двухрояльных, гитарных, флейтных и струнных». Ну и там дальше были версии гитары. И я написал «Пасакалюр» для гитары, посвященного Дмитрию Ларьонову. Я написал для «Тай гитары», тоже санат, и, кстати, тоже посвященного Диме. И Михаилу Березневскому. Интересно. А какое из этих сочинений вы выделяете, и какое для вас стало самым, может быть, важным или главным? Ну, все важные, особенно последние. Но, мне кажется, «Оксибар» — это наиболее играбельная пьеса. Там есть и современные какие-то приемы, и способы излечения. И в то же время интенсионная музыка была доступна для слушателей. Ясно. Дорогие друзья, у нас сегодня мировая премьера сочинения Андрея Зеленского, «Ирланд саната», «Фуга» и «Пастлюди». И мы попросим представить это сочинение самого композитора. Ну, это произведение было написано в 2016 году. Это, в общем, одно из последних. Такое впечатление от поездки в Ирландию. Есть дубленный памятник море Мао. Есть такая песня. Ну, 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 да. Такая темка. И вот эта тема, она на протяжении всего произведения, так или иначе, она фигурирует. Там где-то флажолеты звучат. Ну, маскирую я ее. Вот, а заканчивается все в «Ре», в таком «Бесус», так сказать, с «Ре» задержанием. То есть, такой символ, как бы, рвания. Итак, мы приглашаем на сцену лауреата международных конкурсов Дмитрия Мурина, который представит нам мировую премьеру сочинения Андрея Зеленского. «Ирланд саната» «Ля фуга пастлюди». Встречаем!